27 марта в Энгельсе началась большая забастовка дальнобойщиков против системы Платон. Знак протеста – около полусотни грузовых авто выстрелились вдоль проспекта строителей. В кузове одной из фур водители даже организовали штаб. Ночуем машины, каждый в своей машине, а здесь мы только питаемся, готовим. Сколько вы уже здесь пробыли? Вчера первый день был, мы с утра подъехали, встали здесь. Лозунгов у нас нет, требований нет, транспарантов нет, требований только одно. Но хотелось бы, конечно, чтобы на нас обратили все-таки внимание, на нашу безысходность, деваться нам уже некуда. Среди машин на ходу стоят и фуры, подготовленные для утилизации. По словам грузоперевозчиков, купить новый автомобиль многим непосредством, ведь его стоимость начинается от 6 миллионов. Впрочем, даже автомобиль БУ может позволить себе далеко не каждый, всему виной – налоги. Я посчитал, что я должен в год платить все налоги, полмиллиона, я столько не зарабатываю денег. Плюс акциз мы платим, акциз 8 рублей с литра. Подоходный налог, транспортный налог. Получается, что с одной овцы сдирают три шкуры. Это просто нереально. По мнению российских грузоперевозчиков, взимать плату за проезд по федеральным трассам нужно с других участников дорожного движения. Пускай переводят на иностранных перевозчиков, пускай они больше нас сейчас ездят по нашим дорогам. Весь транзит Китая и Узбекистана проходит по нашим дорогам. Пускай они платят за наши дороги. Почему мы должны платить? Они только портят наши дороги, а в нашу козлу они ничего не приносят. Сейчас протестные акции дальнобойщиков проходят по всей России. В апреле этого года правительство планирует увеличить тариф системы Платон вдвое до 3 рублей 6 копеек за километр. По словам грузоперевозчиков, в итоге это приведет к повышению конечной цены товаров.